Сегодня, 13 ноября, в Ледовом дворце Зеленоградский, хоккейный клуб «Электроник» встретится с пятикратным победителем МСХЛ, командой РУ имени Плеханова. Ну что, пойдемте посмотрим на игру? В Ледовом дворце множество болельщиков. Такой мощной поддержки у наших хоккеистов не было уже давно. В этом сезоне метовцы уже обыгрывали одного из фаворитов МСХЛ – команду из ТГУ. Поэтому от сегодняшнего матча можно ожидать хорошего результата. Что ты можешь пожелать нашей команде перед матчем? Ой, сил, терпения, успехов, чтобы не сдавались, несмотря ни на что. Будет сложно, будет трудно, но они победят, я уверена. А команде соперника? Пусть боятся нас. Поверить в свои силы, не бояться противника и забить побольше шайфов. А команде соперника? Побольше ошибаться, наверное. Я хочу пожелать им успеха, потому что им все-таки трудно. Удачи, победы, конечно. Ну, чтобы все было красиво. А команде РУ? Команде РУ тоже успеха, они молодцы. Пусть проиграют в счастье. Зрителей на трибунах много, но атрибутика нашего хоккейного клуба есть далеко не у всех. Мы решили повлиять на эту ситуацию и провели розыгрыш среди болельщиков. Кто точнее назовет, каким будет итоговый счет сегодняшнего матча, получит специальный приз от спортивного клуба «Электроник» и «МедТВ». Мы устраиваем прогнозы, и ты можешь выиграть наш супер шаг, если угадаешь победителя и счет. И кто, по-твоему, победит, и какой будет счет? Я думаю, победит «Электроник». Сейчас немножко вырвется. Мы всегда даем некую пору другим командам. Я думаю, счет будет 4-3 коль за «Электроник». 4-2 коль за «Электроник». 4-2 коль за «МедТВ». Я думаю, что «Электроник» победит за счетом, пожалуй, 4-3. Ну, может быть, короче, на 4-3 ставлю. Думаю, что команда «МедТВ» слишком сильна, они проиграют. «МедТВ» проиграет, поэтому «МедТВ» выиграет со счетом 7-4. Я все-таки ставлю на то, что «МедТВ» победит. Ну, все-таки я выпускник «МедТВ», поэтому болею за «Электроник». А победит со счетом, ну, допустим, 3-2. Потому что я из «МедТВ», поэтому мне, конечно, хочется, чтобы «МедТВ» победил. А с каким счетом? Ну, пускай будет 3-1. А ты как думаешь? Ну, конечно же, «МедТ» со счетом, даже не знаю, ну, 2-1. Думаю, что с таким сильным соперником «Электроник» сыграет в ничью 4-4. Перед началом матча состоялась красочная церемония выхода стартового состава «Электроника» на лед. Перед построением команд по площадке прозвучал гимн России в исполнении выпускницы «МедТВ» 2014 года Марии Мазловой. Матч начался. Инициативу к своим рукам с первых же минут прибрали плехановцы и не отпускали ее вплоть до конца первого периода. Итог. Хоккейный клуб «Электроник» сумел забросить одну шайбу, но из своих ворот ее пришлось заставать аж 5 раз. Стоит отметить потрясающую реализацию большинства у гостей. За все три удаления «МедТВ» были наказаны тремя голами. Болельщики были явно обескуражены таким исходом, но надежды на итоговый успех они не теряли. На самом деле, развитие событий многим может показаться единомерным, но я ожидал, что все-таки будет больше борьбы со стороны нашей команды. Но, мне кажется, просто ребята перегорели. Сейчас они соберутся и дадут бой. К сожалению, переломить ход встречи у «Электроников» не получилось. Несмотря на более качественную игру в меньшинстве, во второй 20-ти минутке они пропустили трижды. Счет 1-8. И даже самые ярые оптимисты перестали надеяться на положительный исход этой встречи. В третьем периоде хозяева сумели навязать борьбу сопернику. На одну заброшенную шайбу «Электроника» гости ответили дважды. Итоговый счет 2-10 не охладил пыл болельщиков, которые поддерживали нашу команду вплоть до финального свистка. Такие поражения – тяжелый удар для любой команды. Поэтому главная задача «ХК «Электроник» – поскорее забыть этот матч и готовиться к следующему противостоянию. Что предопределило такой результат матча? Можно ли назвать его ожидаемым? Ожидаемым сразу нельзя назвать, потому что, в принципе, ну не были готовы с первых минут сразу. Не выполнили установки первые 10 минут. Ну вот, пропустили три контратаки. И подпишись у нас на это. За это мы оказались. Спасибо болельщикам всем. Извините нас за такой провал небольшой, мини-провал, надо так сказать. Будем справляться. А теперь настало время подвести итоги конкурса прогнозов. Ближе всех к итоговому результату оказался Дмитрий. Хотя бы в этом противостоянии МИЭД сумел одержать победу на Дрео. И ближе всего к счету матча оказался прогноз Дмитрия. И он получает приз – шарфик спортивного клуба «Электрон». Поздравляю. Спасибо. Ну а нашим хоккеистам мы желаем не расстраиваться и ждем от них новых побед. Продолжение следует...